Добрый вечер! Вы смотрите открытую студию. С вами Светлана Исаева. Сегодня у нас в гостях стилист и визажист Мария Кротова. И мы узнаем, как же правильно подбирать свой макияж. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Праздники прошли, наступили трудовые будни. И часть тем предпочитает подольше поспать. Просыпаясь рано утром, не хватает энергии на сборы. Как же и чем мотивировать себя быть такой же красивой в будни, как в празднике? Ну, я думаю, макияж это уже должен войти у девушки, у женщины в привычку. Потому что, когда выходишь на улицу не накрашено, я считаю, что это выглядит так, как будто ты вышла, можно сказать, не одета. Потому что мужчина всегда обращает в первую очередь внимание на женщин, которые ухаживают за собой. Я думаю, нужно постараться не лениться и вести себе в привычку, как, допустим, почистить зубы, сделать себе макияж, хотя бы ровный тон, привести в порядок брови, если нужно и реснички накрасить, и добавить блеска. Я думаю, не сложно сделать. В среднем, сколько может занять такая процедура утренняя? Да, я думаю, если уже это будет отлажено, то, я думаю, не больше 10 минут. То есть за 10 минут можно прийти в форму? Да. Нередко тот макияж, который нам нравится на комнате, абсолютно не подходит именно нам. Как выбрать тот макияж, который максимально будет скрывать какие-то недостатки и подчеркивать достоинства? Да, я согласна в плане того, что у нас интернет просто забит макияжами красивыми, которые девочки считают, что это действительно им подойдет, но я отношу этот макияж к такой категории, как неносибельный, потому что такие макияжи, они делаются в основном для фотосессий, для того, чтобы сделать там селфи или, например, для каких-то показов, но в реальной жизни вот этот, макияж, он смотрится немножко неестественно. И поэтому, я думаю, что девушкам нужно особо не заморачиваться на то, чтобы быть такой, как девушка из интернета и быть более естественной, подчеркнуть просто свою красоту. И какие универсальные средства должны быть в наборе в косметическом каждой девушке? Ну, в первую очередь, это, я думаю, уходовое средство, которое помогает нашей коже выглядеть хорошо, то есть, в первую очередь, если нужно, это какие-то крема. Потом из декоративной косметики это тональный крем, соответственно, в определенной форме, которая подходит для вашей кожи. Тушь, карандаш для бровей или какого-то средства для бровей, сейчас их очень большой выбор. И я думаю, пара блесков и помада с такими оттенками, которые подходят для вас, то есть, это может быть, допустим, оттенок такой более натуральный, если это дневной макияж, на вечернем, и можно использовать помаду более яркого цвета, то есть, которая подходит именно вам. Вот такой вот минимальный набор. Часть девушек выбирают дорогие материалы, часть выбирают, так и нам, класса. Кто-то считает, что переплата за бренды – это пустая трата денег. Какого мнения придерживаетесь вы и почему? Да, я соглашусь, что сейчас на рынке представлено очень большой выбор косметики. Ценовая категория не имеет уже почти границ. К сожалению, в нашем городе сложно очень достать люксовые бренды, поэтому девушки, я думаю, больше часто пользуются то, что доступно у нас в городе. Но, с другой стороны, те мастхилы, которые сейчас имеются на рынке в продаже, они иногда по качеству ничуть не хуже, чем люксовая косметика. То есть, цена здесь не всегда является определением качества. И то есть, я думаю, что нужно искать и искать для себя какие-то средства, которые подходят именно вам. Да, может, в косметичке может быть какое-то люксовое средство, которое ни на что не променяешь, и вот оно тебя полностью устраивает. А также, может быть, недорогая какой-то блеск для губ, ну, который, ну, невозможно нравится тебе по цвету. То есть, вот я думаю, так. Когда к вам приходят девушки, они интересуются, с какими марками работаете вы? Либо это не принципиально? Да, девушки спрашивают. И когда они, например, что-то определенное им в макияже очень понравилось, то есть, там, помада или что-то, какой-то карандаш, цвет, они обязательно спрашивают, что за марка, и я им рассказываю, но это совершенно не секрет, потому что, если им понравилось, пожалуйста, иди покупай, и с удовольствием пользуешься. Там даже такой трагизм в этом, когда приходишь к визажисту, он тебе делает потрясающий образ, и страшно, что сама не сможешь такое повторить. Но я знаю, что эту проблему вы решили, и индивидуальные курсы для девушек есть. Что это из себя представляет? Да, я провожу такие курсы, я их назвала «Курсы красоты». Здесь, значит, я совместила макияж и прически, то есть, девушкам, которые хотят хотя бы по минимуму чему-то научиться, чтобы они будут применять в повседневной жизни, я готова им всегда рассказать и поделиться своими знаниями. Первый день я делаю обучение по макияжу, а второй день мы занимаемся прическами. Девушки откликаются, я всегда им предлагаю сделать эти курсы в удобное для них время. И я никогда не обращаю внимания на то, сколько у нас это займет, потому что у кого-то получается быстро, у кого-то надо еще немножко все это повторить, закрепить. Пожалуйста, я открыта к этому, приходите, буду рада научить тому, чего сама умею. И кто-то из визажистов учит на определенных марках косметики. Вы позволяете девушкам использовать тот арсенал, который уже есть, и именно на этой базе делать максимально эффектные образы? Я даже делаю акцент не на том, какой маркой я им делаю макияж, шучу на чем, а больше на том, чтобы выбрать определенное, то есть как бы если касается тонального крема, то необходимо подобрать под соответствующий тип кожи. Я просто советую несколько марок, которые доступны у нас. И девушка, то есть как бы мы с ней даже садимся и все это записываем. То есть как бы она теряется, она говорит, ой, это столько много надо запомнить. То есть мы с ней садимся, я даю листок с ручкой, и мы сидим, все это как бы небольшая такая теория, мы по этому всему проходимся. Через сколько времени девушка уже сама сможет применять на практике навыки, полученные на занятия? Да, я думаю, на следующий день. То есть когда человеку нравится то, что он сделал сам на себе, то я думаю, у него есть азарт уже все. То есть как бы и для фантазии уже открываются новые горизонты, и девушке уже там, я им советую, то есть какого плана надо сделать макияж, но что именно в твоей внешности делать акцент, и вообще в какой цветовой гамме ты можешь разогнаться. И девушка, как бы, я думаю, им это интересно. Далее волна экспериментов. Да. Какие разновидности макияжа вы предлагаете девушкам? Разновидности? Ну и обычно это макияж, когда, то есть акцент делается либо на глазах, либо на губы, то есть как бы главное не переборщить. И сейчас осталось все-таки в тренде модная естественность. Но когда мы делаем макияж, как бы, человеку, который приходит за этой услугой, соответственно, мы делаем макияж, это в основном праздничный. То есть человек всегда собирается, в принципе, на праздник. Я даю рекомендации, какой, если им интересно, какой им обычно подходит макияж. Но когда мы делаем макияж, то мы делаем ярко. То есть я люблю яркие макияжи, а не такие, что ты что вроде бы сделан, но вроде бы непонятно. То есть естественность это не для вечерних каких-то выходов? Да, я думаю, да. Как раз-таки вечерний макияж иногда воспринимают просто как более яркие оттенки. Но какие задачи на самом деле он выполняет? Ну я думаю, здесь нужно расставить акценты. То есть здесь идёт полностью образ, да, макияж, аксессуары, наряд. То есть как бы какое, что, в целом, что ты хочешь. Когда девочка приходит ко мне, я всегда её спрашиваю о том, в чём ты будешь. То есть какие у тебя будут. Если это просто вечернее чёрное платье, то есть я всегда спрошу, какие у тебя будут аксессуары. То есть какого они у тебя плана, крупная, не крупная. И в какого цветовой гамме. То есть как бы вачу разные камни из разных цветов. И под это мы уже делаем какой-то акцент в макияже. Но я не считаю, что яркость в макияже это какой-то минус. Потому что многие боятся даже красной элементарной помады сделать для себя. Вот просто пойти на вечер. Но когда девушке, даже женщине делаешь яркие красные губы, она просто смотрит на себя. Вау, неужели это я? Неужели я могу быть такой красивой? Они видят разницу в том, что они обычно, какой макияж себе делают и какой делают мастер. Потому что я продерживаюсь той позиции, что зачем вообще человек обращается к услугам визажиста, да? Какие вы причины для себя? Потому что девушки, они в самом передзерклом, ой, я никогда так не крашусь. Я говорю, так ты меня и позвала для того, чтобы я тебя накрасила так, как ты никогда не красишься. Но никогда не встречала такого отзыва, что мне это вообще не нравится. То есть человек смотрит, девушка смотрит на себя вообще с другой стороны. То есть ей хочется себя рассматривать. У зеркала она так, это все детали, все это посмотрит и даже приятно. И особенно приятно, когда это можно научиться на тех же курсах. Да, это повторить. А какие не менее важные атрибуты, образа, прически вы предлагаете девушкам? Прически сейчас очень модно, различные локоны, объемная голливудская волна, которая смотрится очень эффектно. Хотя вроде бы ничего сложного в этой прическе нет, просто накрутить локоны. Но вопрос их как накрутить и как их уложить. В плане причесок сейчас очень популярны пучки, разные формы абсолютно. То есть как бы по высоте, более праздничная, более вечерняя. Еще в плане прически, мне очень нравятся косы. Я тоже плету косы и вариация прическа с косой. То есть очень смотрится так красиво. По возрасту есть какие-то ограничения, вот именно применительно к косам? Либо нет, это универсальный вариант. Ну я думаю, да. И еще в плане того, что какую косу ты сделала. То есть, конечно, не пойдет детская коса, которая обычно делается на такой рассчитан на молодой возраст. Женщине уже такой после сорока. То есть ограничения некоторые есть. Какие прически будут в тренде в наступающем году? То есть сохранится традиция пучка и локоны? Я думаю, да. И классика всегда будет в моде. То есть как бы пучки сейчас самые распространенные. То есть они вообще, ну разнообразие настолько. То есть вообще, ну не знаю. Даже самому такому вот человеку, который очень там сильно выбирает, того, что вот боится, что не подойдет. Есть из чего выбрать. И я думаю, что девушка, она как бы лучше посоветоваться с мастером. Не приносить вот это вот с интернета. Да, мне вот это нравится. Здесь уже очень все индивидуально. То есть как бы от формы лица. А нужно смотреть, какой волос, то есть как бы непосредственно. Если это свадебный, то здесь уже все индивидуально. И еще одна составляющая. Пышные длинные чтеницы. Кто-то их делает на особый случай. У кого-то это стало, скажем, ехмичной процедурой. Как относитесь к наращиванию вы? И можно ли действительно безопасно их делать в наше время? Я положительно отношусь, потому что я сама занялась не так давно наращиванием ресниц. Меня этот процесс давно увлекал. То есть как бы я уже полгода раздумывала о том, чтобы научиться это делать. Если честно, когда я пришла на обучение, я села. И я думаю, господи, как это все сложно. То есть как бы это почти ювелирная работа. Я так собралась с мыслями и начала это просто делать. Не запаниковала. И сейчас девочки приходят ко мне. И уже есть клиенты. Начинают приходить. И довольны тем качеством моей работы. И сейчас я думаю, что клиентов будет больше и больше. Самое главное, конечно, это работа мастера. Как она выполнена, насколько качественно. И если выполнять все рекомендации по уходу за ресничками, так как они есть и нужно их придерживаться, то я думаю, что девушка останется довольной и придет снова. То есть как бы на коррекцию и, возможно, на новое наращивание. Какие-то, может, захочется не классики, а объемного наращивания. А так для праздников обычно делают такие, конечно, густые пышные ресницы. То есть это объемное наращивание. А для повседневного больше девочки, мне кажется, хотят простой классики, которая выглядит более естественно. То есть это длина и изгиб плюс некоторая пышность больше, чем естественные ресницы. Ну да, тут как бы добавляется густота, но не сильно. При классике это более естественные ресницы. Особенно если свои светлые и прямые, то есть хочется наконец-то вот этих ресниц, которые имеют определенный изгиб, то я думаю, что классика вполне уместна. Сейчас есть много каких-то негативных отзывов, потому что это очень грудит ресницам, но при правильном уходе можно ли минимизировать тот вред, который наносится? Да, да, я думаю, потому что у нас есть, как бы, слышала случай, когда девушка сразу после наращивания бежит тут же умыться. То есть, как бы, если это лето, то это совершенно, то есть, как бы, нельзя делать, потому что в течение хотя бы минимум суток или двух нельзя подвергать воздействию воды, так как клей полимеризуется в течение суток и двух. И нельзя пользоваться, конечно, я думаю, что тушью это понятно, маслами различными для ресниц, потому что это только все усугубляет. И не забывать, конечно, умываться с этими ресницами, потому что, когда мы делаем макияж и потом все это вечером смываем, копится элементарно грязь между ресницами, которая уменьшает носкость этих ресниц. И это выглядит, ну, даже как-то негигиенично, когда у человека ресницы вот выглядят в плачевном состоянии. А тени могут ли сочетаться с наручными ресницами, либо это взаимоисключающие вещи? Тени. Да, допустим, тени. Есть несколько, допустим, мнений, что если у вас наручные ресницы, лучше никакие дополнительно не использовать, допустим, тени, подводку. Ну, в плане подводки, да, согласна, что потом. Это красиво с подводкой, накладная ресница, но проблема ее потом, то есть, как бы, снять. Да, потому что, опять же, это все попадает туда, в межресничное пространство. И здесь, я думаю, ограничений нет. Ну, уж в тенях-то точно, потому что можно все же это смыть не вниз, то есть, как бы, все это на ресницы, а найти выход, что все это аккуратно смыть спонжем в сторону, то есть, все аккуратненько сделать. Аккуратно и красиво. Да. А также близится свадебный сезон. Какие линия в макияже, в прическе он нам принесет? Я думаю, что по-прежнему макияж останется. Девушки обычно предпочитают свадебный, очень нежный макияж. Но я люблю, очень люблю яркий свадебный макияж, особенно, когда молодожены выбирают красный цвет в приоритете, а с белым. То есть, чаще модно, что выбирать в определенной цветовой гамме свадебные все эти, аксессуары и все остальное. Я думаю, что никогда не вычурно смотрится у невесты красные губы, если они с чем-то сочетаются. Ну, конечно же, классика никогда не выходит из моды. Это свадебный макияж, то, что касается в плане очень такое все деликатное, все такое нежное. А так, в плане прически, я думаю, невесты сейчас тут же опять же очень большой выбор в плане причесок. То есть, кто-то делает локоны на бок, кто-то делает такие прямо королевские пучки. То есть, потому что это смотрится очень красиво со свадебным платьем. Полностью образ, то есть, как бы он получается завершенным, когда все протумано до мелочей. И что вы как визажист учитываете в этом макияже? Потому что свадебный макияж, это макияж, который должен прослужить порой несколько, десятков часов. Это иногда несколько дней подряд празднование. Что необходимо знать об этом макияже? Ну, здесь, конечно, нужно смотреть, в зависимости от того, проблемно, конечно, делать макияж в летнее время, потому что, особенно, когда сильная жара, девочки бывают как бы у всех разный тип кожи, кто-то сильно потет, кто-то меньше. Здесь, я думаю, конечно, это продукты, которые ты используешь, которые подходят именно для этого типа кожи. То есть, это тональный крем, пудра, конечно, это обязательно, чтобы скрыть в зоне, вот, в середине лица все жирные вот эти пятна, которые могут появиться на фотографии. Я всегда девочкам советую, я думаю, ни для кого не секрет, матирующие салфетки, которые никак не вредят макияжу, а просто впитывают лишнюю влагу. А так, по стойкости, многое зависит от продуктов, которыми ты пользуешься, то есть, как бы, соответствующие марки, бренды, все это очень и очень между собой взаимосвязано. И, стараясь экономить, иногда обращаются девушки за прической, макияжем к подружкам, к маме. Насколько это правильно и отличается ли все равно подход мастера и то, что у нас тут нет. Я с таким вопросом сразу вспоминаю, как мы, да, раньше, когда было, появился интерес к макияжу, да, мы росли, то есть, да, мы там, причем мы только не рисовали на себе и на своих подружках, то есть, я всегда это любила, то есть, тени до бровей, вот это все дискотечный вариант. Ну, вот почему-то у меня такое же впечатление до сих пор осталось, что как может накрасить меня моя подружка, но это только посмеяться. Потому что, когда я столкнулась, когда в профессии визажист, то есть, это вот, я считаю, что отношения такого-то не просто помахать кисточкой, и, то есть, здесь очень серьезная работа, особенно, когда человеку ты хочешь сделать красиво, то есть, ты здесь не будешь все мешать, все, ты как бы, одно за другим, все смешивать, то есть, тут надо становиться на определенном выборе цветов, соответственно, то есть, ты уже знаешь, ну, подход совершенно другой. А вот, когда тебя накрасит подруга, она накрасит тебя тем, что есть. У тебя вот здесь на столе лежит, положит ей там голубые тени, и все, она, ей вообще-то не принципиально, он просил, накрасил, а вот, отправляйся. То есть, на этом экономить точно не стоит. А какие приятные акции, специальные предложения вы готовите для клиенток, предстояющие мечты своей зелоны? Ну, сейчас у меня, так как новая услуга, это наращивание ресниц, я разыгрываю у нас бесплатный кусок Кострома, бесплатное классическое наращивание. Потом у меня всегда, как бы, есть определенная цена, это если я делаю макияж и прическу вместе, то есть, это получается, ну, дешевле, чем делать это отдельно. Потом всегда делаю определенные какие-то скидки, там, например, я люблю делать свадебный сезон, вот у меня, практиковала я в этот летом, что при макияже невесте макияж для мамы, то есть, в подарок. Я думаю, никакая мама не откажется сделать себе макияж, потому что на моем опыте обычно мамы делают это вообще первый раз в жизни, когда им делают макияж другой человек. Такие вот вроде бы мелочи, да, но, как бы, людям приятно, когда им за что-то делают там скидку или какой-то подарок, бонус. У меня сейчас я сделала свои подарочные сертификаты, то есть, я могу оформить его для определенного человека на любую услугу, то есть, это профессиональный макияж, праздничный образ макияжа, прическа, наращивание ресниц, и также, возможно, какой-то образ для фотосессии, такого плана. Недавно делала такую акцию, потому что сейчас разгар фотосессии, у меня при заказе макияжа локоны в подарок. То есть, как бы, вроде бы, ничего такого особенного, но убеждаюсь в том, что самая оптимальная прическа для фотосессии – это локоны, потому что какую красоту ты сзади там не сделай, ничего там на фото не будет видно, то есть, все равно мы все время на фотосессии, лицо для нас, самое главное. А локоны, они никогда не лишние, потому что макияж без прически, ну, это уже не образ. Образ – это когда все вместе. Такие приятные подарки, как раз близятся праздники, это и 14 февраля, и 8 марта. На 8 марта планирую разбирать также бесплатный макияж, то есть, как бы, следите за новостями на моей страничке ВКонтакте. Всегда люблю вот эти розыгрыши, потому что девочки приходят такие радостные, когда они что-то выиграли, они прям так это еще бесплатно можно получить. И увидят себя с абсолютно новой стороны. Как быть в образе до кончиков ресниц, не только в праздничные дни, но каждый день? До кончиков ресниц? В каком плане, немножко непонятно. Как выглядеть эффектно, противо каждый день? Как себя заставить все-таки? Да, я думаю, заставить себя нужно, потому что, особенно если есть для кого стараться, если у тебя есть вторая половинка, то ты знаешь, что всегда на тебя обращают другие мужчины внимание, но никогда не надо забывать, что ты всегда будешь это делать для своего любимого человека. То есть, я думаю, что, когда молодой человек тебе говорит, ты сегодня вот особенно красива, это самый главный стимул, когда ты понимаешь, что да, это надо делать каждый день, потому что приятно получать комплименты, и даже не, я имею в виду, от посторонних людей, когда ты общаешься где-то, все равно все обращают внимание на твое лицо. Но все равно, несмотря на благодарность во внутреннем мире, внешняя оболочка, она всегда в ней хорошая. Я хочу сказать, что посоветовать девочкам выбрать свою индивидуальность, то есть, когда ты подходишь к зеркалу, надо посмотреть, что в твоем лице есть такое особенное. Например, если у тебя красивые брови, надо сделать акцент на этом, потому что сейчас в тренде нет четких форм бровей, густые брови сейчас в тренде, которые немножко задраны наверх. То есть, если у тебя есть такие брови, пользуйся этим, пожалуйста. То есть, как бы не забывай, если у тебя большие голубые, зеленые глаза, подчеркивая каким-то образом это все. Если у тебя пухленькие губы, да, объемные, то купи ты кучу себе помад и пользуйся каждый день менять цвета. То есть, как бы всегда есть выход из этой ситуации. Есть в каждой... Конечно, все это всем известно, что в каждой женщине есть своя изюминка, да. То есть, ну, все равно природа заложила в тебе что-то, что нет у другого. И как раз визажист помогает разобраться, где эта изюминка именно у вас. Да, всегда рада помочь. И у нас с гостями была так-то всегда рада вам помочь найти собственную красивую черту, стилист и визажист Мария Крутова. Я благодарю вас за познавательную беседу и узнать, как найти Марию, вы можете у нас, смотрев в титре. Вы смотрели открытую студию. Будьте красивыми и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok